Симпатии зрителей были на стороне руки, которого представительность сыграл Иван Москвин. Написание фамилии великого актера и режиссера Ивана Михайловича Москвина представлено на асфальте. Теперь запишем предложение по частям. В этой аудитории для слушателей тексты диктует Аврио министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. На центральной площадке тотального диктанта в Самаре Аншлаг. Только здесь в проекте задействованы пять аудиторий. Свободных мест почти нет. Нашей съемочной группе пришлось устраиваться на галерке. Этот диктант специально для проекта «Тотальный диктант» написал автор Павел Басинский. Он разделен на четыре части, которые читаются в разных аудиториях. Нам, как журналистам, письменно часто приходится работать, но вопрос, насколько грамотно. Проверим. Очень приятно, что количество участников рождет. Возрасты разные, семьями приходят на диктант, потом сравнивают оценки родителей и дети. То есть это на самом деле уже такое народное движение своего рода «Тотальный диктант», который можно только приветствовать и поощрять. За рубежом акция прошла в 79 государствах. Впервые к ней присоединились Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты и Перу. Многие из участников к диктанту подходят серьезно. В 14 странах проходили бесплатные подготовительные курсы к проверке грамотности. Самара в числе активно готовившихся городов. Граждане Самары стремятся быть грамотными. И они для этого делают многое. Они, например, посещают подготовительные курсы. Они самостоятельно занимаются на различных платформах, которые в бесплатном доступе есть. Поэтому я могу сказать о том, что есть вот это главное стремление, стремление к грамотности. По статистике, большинство участников проекта – люди не с филологическим образованием. Хочется проверить свою грамотность, потому что мы живем в России. И русский язык – это наш родной язык. Думаю, что на четверку потянуло. Все-таки надеюсь, что на четверку. Текст интересен по сравнению с прошлым годом. Мне кажется, не такой сложный в плане знаков препинания. Но подождем результат. Но мне кажется, все равно какие-то авторские мы наверняка упустили знаки. Но мне понравилось очень, так же, как и в прошлом году. Я волновалась, прям как в школе. У меня даже рука заболела от усталости. А текст показался сложным. Результаты «Тотального диктанта» совсем скоро появятся на официальном сайте проекта. Чтобы их узнать, нужно зарегистрироваться в системе и внести кодовое слово, которое было указано в бланке. Анастасия Зубарева, Алексей Гриднев, Новости губернии.